всем салем вас приветствует информационно-развлекательный влог youtube и тейка о жизни в казахстане и мире и сегодня у нас очередной обзор интерактивной карты распространения коронавируса в мире от компании microsoft вот внизу увидите логотип сегодня у нас второе мая и время 10 часов 30 минут по времени города марсултан почему я говорю сейчас время дело в том что данные в этой карте постоянно меняются и соответственно когда вы будете заходить и смотреть по ссылке до в описании данные будут конечно другие и хотелось сразу сказать что с учетом того что данные меняются здесь иногда данные бывают не точные или не оперативные и не всегда совпадают с теми данными которые есть у вас в странах поэтому будьте в курсе и в первую очередь ориентируйтесь на официальные данные в ваших странах так ну и давайте начнем обзор почему я делаю этот обзор дело в том что но я сам из города нур-султан как я сказал и проживаю в казахстане соответственно дело в том что наш город к сожалению сейчас закрыт на карантин кое-какие конечно есть изменения ослабление сейчас мы можем выходить в свои дворы ну конечно при наличии там документов маски перчаток и есть определенное время до 6 утра до 8 вечера приступим к обзору интерактивной карты и я сразу хотел бы напомнить вам данные которые вы видите на экране друзья вот это количество пострадавших от коронавируса по всему миру желтым отмечено болеющие люди в данный момент зеленые это те люди которые выздоровели и к сожалению вот летальный исход да как вы помните месяц назад когда мы делали обзор в начале апреля было около миллиона человек пострадавших по всему миру да а сейчас мы наблюдаем другую картину один миллион человек пострадавших да даже более соединенных штатах и если посмотреть в разрезе штатов то можно увидеть что по штатам конкретно да вот допустим там нью-йорк нью-джерси и так далее уже сопоставимо с данными даже в сравнении с другими странами да если спуститься вот немножко ниже и напомню что здесь список довольно внушительный насколько я помню как-то я считал больше 160 стран вот в этом списке да вот соответственно в штатах такая ситуация не очень хорошая да давайте посмотрим на графику так он насколько я понимаю вот здесь вот идет распространение по странам по всему миру да и здесь внутри этих стран уже идет рост числа заболевших пока идет к сожалению подъем да судя по этому графику давайте посмотрим еще одну графику и здесь у нас получается сравнение уже стран между собой да соответственно когда вы наводите на какую-либо страну внизу вот здесь вот и он выделяется в общем виде до кружками такими конечно здесь сразу бросается в глаза что соединенные штаты как сказать у них довольно большое количество заболевших но ты и по количеству видно и по этому графику внизу же если посмотреть то другие страны в целом похожи до друг на друга что я могу сказать о ситуации в соединенных штатах ну конечно я очень сильно огорчен и удивлен что такое количество заболевших да там больше миллиона пострадавших да кроме того я слышал что рассмотрение заявок на грин карту временно приостановлено я поясню что это такое это документ который позволяет человеку находиться там жить работать на законных основаниях да среди моих знакомых довольно много людей которые подавали заявку на эту грин карту я спрашивал их мнение они ответили что уровень заработной платы у них сейчас не сильно высокий соответственно они хотели бы поехать на заработки в сша поэтому конечно их интересует вот эта ситуация да в сша заключение выпуска я хотел еще раз напомнить вам что данные здесь периодически меняются и соответственно не всегда бывают точными или оперативными и поэтому вам рекомендуем ориентироваться в первую очередь на официальные данные в ваших странах где вы проживаете да а также мы надеемся что ситуация с коронавирусом улучшится да или найдется вакцина и все будет в конце концов нормально подписывайтесь ставьте лайки и комментируйте с вами был канал youtube и т.к. всем пока